Сегодня будем говорить про разработку AI для OS Aurora. И тем для обсуждения у нас довольно много. Посмотрим интерфейс и дальше уже пройдемся по элементам библиотеки Silica. Что там и как. Вот мы сгруппировали их в определенном последовательности, чтобы можно было их изучить. Но сразу скажу, что все элементы, которые сейчас есть в библиотеке, мы, конечно, не посмотрим, иначе мы до завтра бы тут сидели. А сегодня посмотрим такие самые базовые, которые пригодятся при разработке достаточно функционального приложения. Но, собственно, здесь можно ознакомиться с перечнем тем, которыми будем сегодня затрагивать, в том числе и немножко поговорим про рекомендации по разработке. Как обычно, я после каждого модуля буду останавливаться и смотреть, какие вопросы, если что, их можно будет там задавать. Ну, поедем опять-таки с основ. То есть как мы уже на первом вебинаре немножко разговаривали про организацию графического интерфейса. Я скорее повторюсь. Во-первых, уже концепция графического интерфейса для Selfish, ну и для OS Aurora, соответственно, была такая, что управление осуществляется жестами. Вот, и, собственно, все компоненты библиотеки, ну не все, но в смысле компоненты библиотеки Sink это учитывают. То есть там даже есть определенные элементы, которые подстроены именно для взаимодействия с разными жестами, вытягивания вверх-вниз, свайпа и так далее. Ну, также реальная многозадачность. И есть возможность управления несколькими приложениями в режиме обложки. Следующая особенность, что здесь есть такое понятие, как атмосферы. Можно сказать, что это тема, но не совсем. То есть это немножко расширенный функционал. Мы тоже посмотрим, в чем он выражается, как взаимодействует с внешним видом. Ну и плюс приложения разворачиваются на весь экран. Вот, то есть тут можно посмотреть. И тут вот такие небольшие скриншотики, как это все выглядит. Сейчас мы еще поподробнее тоже остановимся на них. Когда мы первый раз открываем телефонную с Аврора или загружаем эмулятор, первое, что мы видим, это экран блокировки. Здесь, ну, стандартно время дата и также может быть какая-то информация об устройстве, заряд подключения к сети, уведомления могут приходить на экран блокировки. Ну и плюс можно настроить быстрый доступ к определенным приложениям и к камере тоже, наверное. Разблокировка жестом свайпа, то есть либо вправо, либо влево. Плюс еще можно установить пароль по желанию. То есть после свайпа тогда будет экран клавиатуры показываться. Домашний экран выглядит вот таким образом. Что это такое? Это такой рабочий стол, где в свернутом виде показаны приложения, в данный момент работающие. Они свернуты и представлены на экране в виде обложек. Про обложку мы тоже поподробнее поговорим. Сейчас важно знать, что обложка может представлять как какую-то миниатюру приложения, миниатюру иконки, что-нибудь такое, так и может управлять, пользователь может управлять приложением и в свернутом виде. То есть здесь на самой обложке могут присутствовать некоторые элементы управления. Например, там какой-нибудь проигрыватель, остановить или нажать на паузу, пустить следующий трек. Вот это возможно в режиме обложки. При нажатии на обложку приложение у нас развернется. Если мы от главного экрана, который у нас один, свайпнем, получается свайп у нас слева направо будет, у нас откроется экран событий. Здесь также могут присутствовать уведомления в списке и информация о погоде и календаре, если эти приложения установлены. В эмуляторе сейчас в Aurora SDK этих приложений нет, но на реальных устройствах они есть и отображают информацию. Меню приложения вытягивается снизу вверх и, собственно, представляют все приложения, установленные на эмуляторе либо на устройстве. Иконки могут сгруппироваться в папке, как, в принципе, у всех смартфонов. Приложения можно удалить долгим нажатием на иконку. Открывается оно с любого экрана, то есть и с экрана приложения, и с экрана событий. Также помимо свайпа снижу вверх, свайпом сверху вниз мы можем вытянуть верхнее меню, которое в быстром режиме регулирует состояние устройства, то есть выключить, перезагрузить. Можно изменить атмосферу, можно настроить и указать, какие кнопки быстрого управления. Ну, здесь, например, будильник, доступ к заметкам, к камере и к связи. Также открывается с любого экрана. Сейчас мы на эмуляторе, я думаю, тоже просмотрим это. Ну, и вот атмосферы. Атмосфера — это тема, которая определяет, во-первых, стиль графического интерфейса, но и также может управлять какими-то дополнительными элементами, то есть обои, цвет темы, и плюс еще можно устанавливать на тему определенные звуки. Вот. В эмуляторе тоже можно их посмотреть, несколько тем загружено, и как они переключаются. Атмосферу также можно создать вручную из любого изображения, то есть там подберется цветовая гамма. Почему именно атмосфера? Потому что мы помимо фона и помимо экрана блокировки, мы также задаем еще цвета. То есть вот, например, вот здесь уже можно посмотреть, что цвета разные. Мы еще поговорим, какие есть варианты в зависимости от атмосферы, что с этим элементом можно делать, как им управлять. И когда мы создаем приложение для Selfish или для OS Aurora, мы по умолчанию, когда оно устанавливается, оно соответствует атмосфере. То есть и цветовая гамма подобрана под атмосферу, и цвета шрифтов, размеры и так далее, размеры элементов, вот все они подобраны под определенную атмосферу. И здесь тоже важно понимать, что, используя библиотеку Selfish Silica, мы как раз делаем приложение достаточно унифицированным. То есть если установить разные приложения с Aurora, которые разработаны с помощью библиотеки Silica, то можно увидеть, что, в принципе, интерфейс достаточно похож в плане общего вида, не в плане управления, а вот как это все выглядит. Ну и как раз с этим будем знакомиться. Это резюме небольшое такое с ремаркой к предыдущему вебинару. То есть в прошлый раз мы разбирались вот с этим элементом, модулем QtQuid, сегодня разбираем библиотеку Selfish Silica. Соответственно, для работы с этой библиотекой, помимо модуля QtQuid, нам еще понадобится установить Selfish Silica. По умолчанию в Aurora SDK импортируется вторая версия QtQuid и первая версия Selfish Silica. Но можно использовать и версию 2.2, например, как в документации у QtQuid, и версию 2.6 тоже поддерживает. Давайте сейчас, кто может запустить эмулятор, тоже просмотреть. Можно. Чтобы ничего не отвлекало. У нас это главный экран. Если мы вытянем снизу, мы посмотрим, какие установлены приложения. По умолчанию стоят два приложения Components и Settings. Приложение Components содержит как раз основные элементы, которые представляет библиотека Silica. Если его загрузить, можно будет с ними познакомиться. Плюс в Aurora SDK есть код этого приложения, и можно будет отслеживать параллельно, что там происходит. В таком виде это свернутая обложка, с ней можно взаимодействовать. Но с этим мы тоже подробнее разберемся. Вот мы свайпаем на экран событий. Сейчас здесь нет никаких уведомлений, и погоду я пока тоже, к сожалению, отсюда не получу. Как видите, тоже в меню приложения можно вытянуть и отсюда. Свайпом сверху вниз мы вытягиваем экран быстрого управления. И вот, например, можем изменить атмосферу. Если вдруг у вас эмулятор почему-то не может сменить атмосферу, я вчера столкнулась с такой задачкой, то можно в VirtualBox назначить ему больше памяти оперативной, и тогда он получше будет работать. Сейчас этот баг будут исправлять. Вот так. Ну и что еще хочется про силику вводного сказать? Она, многие элементы силики, наследники элементов из модуля Qt Quick. Вот здесь такая большая красивая табличка. Здесь можно посмотреть визуальные элементы силика. Ну и как мы говорили, что к мейл-типу у нас в основном в древовидной структуре, унаследованы они от элемента item. Зеленым подсвечены элементы модуля Qt Quick, а желтым — это элементы библиотеки SelfishSilica. Здесь это можно посмотреть и понять, откуда и какие свойства можно использовать с учетом как раз библиотеки Qt Quick. Ну и плюс невизуальные элементы силика, они у нас лево выдавлены от Qt Object. Невизуальные элементы отвечают за анимацию, за настройку тем, атмосфер, ну и плюс дополнительные настройки экрана, в Enter Key и так далее. Есть ли пока вопросы? Так, есть ли возможность программы установить определенную атмосферу? Ну вот, да, можно, но не нужно. На самом деле, ну, по сути, можно и кастомно, ну, то есть задать свои цвета, там, не знаю, красный, зеленый, желтый, но лучше унифицировать интерфейс, чтобы он был все-таки в одном стиле с интерфейсом Aurora. Да, про разработку собственных компонентов поговорим в следующем вебинаре, вот Кирилл будет рассказывать про это. По поводу рекомендательный и обязательный, ну, скорее, рекомендательный ближе к обязательному, так скажем. Ну, то есть, в принципе, элементы Сильки подстроены под то, что как раз приложение и получится в стиле атмосферы, ну, то есть вообще в стиле интерфейса Aurora. Окей, тогда поехали дальше. Значит, с чего мы начинаем нашу работу с приложением? Это, собственно, с окна приложения. Компонент Application Window — это точка входа в приложение. То есть он, именно этот компонент и запускает приложение, запускает первую страницу, вот с помощью свойства Initial Page мы определяем, какая страница будет загружена. Дальше он определяет обложку, то есть какая страница будет подключена и показывает обложку приложения. Также здесь есть свойство PageStack, который помогает управлять навигацией между страницами, с ним мы тоже познакомимся поподробнее. И вот по поводу ориентации экранов есть отдельные свойства доступных ориентаций. Ну, в зависимости от положения можно задать либо все доступные ориентации, то есть перевернутый, портретный, перевернутый, портретный. Вот здесь, во-первых, можно задать маску, либо портретную, либо ландшафтную, ну и плюс отдельно, то есть, например, если у нас приложение может быть только в портретной ориентации, либо только в инвертированный портретный. Ну, естественно, там для смартфонов это не рекомендуется использовать, но тем не менее задать можно либо маску, либо определенную ориентацию, либо все доступные ориентации. Ну, и поскольку у нас структура древовидная, если мы зададим ориентацию в Application Window, то, соответственно, это все будет влиять и на следующие страницы, поскольку пейджи у нас тоже вкладываются в Application Window. Но, тем не менее, если мы, например, зададим в приложении все ориентации, то есть на все приложение будут распространяться все доступные ориентации, но мы можем на какой-то конкретной странице сказать, что вот эта страница может быть только портретной или только ландшафтной. Но если у нас, например, мы ограничим полностью все приложение, к примеру, портретной ориентацией, то сделать отдельную страницу ландшафтной уже будет нельзя. Ну, и методы, которые здесь доступны, это Activate, метод, который выводит приложение в полноэкранный режим, кроме метода Activate, который сворачивает приложение и показывает обложку. Ну, собственно, здесь все ссылки тоже представлены, можно будет посмотреть в документации, что еще дополнительно какая-то информация. Вот пример такого пустого приложения. Во-первых, приложение можно написать в одном QML-документе, вот в таком виде. То есть мы создаем в свойстве Initial Page, загружаем пустую страницу и задаем здесь же какую-то обложку с помощью компонента, плюс указываем доступные ориентации. Но стандартно, в принципе, для удобочитаемости приложение немножко разносится. Сейчас я вот увеличу шрифт. Значит, вот у нас какая структура приложения. Мы немножко уже это рассматривали. В этом случае есть документ с названием приложения, который содержит в себе тип Application Window и задает нам компонент первой страницы. Здесь мы импортируем директорию Pages для того, чтобы подключить первую страницу. Здесь же мы указываем обложку в отдельном файлике и вот с помощью метода Result URL мы подключаем эту обложку и задаем, собственно, ориентации. А уже в директории Pages у нас определены все страницы, с которыми мы хотим работать. Это, допустим, первая, если нам нужно подключить вторую страницу, и в директории Cover уже происходит работа с обложкой приложения. Вот таким образом. И, собственно, лучше делать это, конечно, в таком виде, чтобы не было все в одном документе. Но пустое приложение или с минимальным функционалом, конечно, все сделать можно. Вернемся. Значит, следующее по иерархии элемент — это страница приложения. Опять-таки есть свойства управления ориентациями. И плюс можно запросить статус текущей ориентации. Помимо этого у нас есть несколько свойств, которые позволяют управлять навигацией, то есть с помощью пейдж-стека мы можем, например, запретить или разрешить переходить к следующей странице, указывать, доступен ли переход для этой страницы. Но точно так же к предыдущей странице можем запретить или вывести информацию. Для чего это нужно? Ну, например, при заполнении какой-нибудь формы. Пока вся информация не будет заполнена, ну, например, нельзя будет forward navigation сделать, например. Помимо этого можно указать стиль навигации, то есть по умолчанию он горизонтальный, с анимацией небольшого перехода, но можно задать вертикальную навигацию, если это необходимо, например, какую-то дополнительную страничку вывести. Помимо этого еще здесь можно указать статусы, ну, для того, чтобы вообще понимать, в какой статус загрузки страницы. То есть, например, неактивный не отображается, страница переходит в активное состояние, текущую активную страницу, и страница переходит в неактивное состояние. Это можно тоже, ну, например, вывести в консоль, для того, чтобы понять, где сейчас, в каком статусе загрузки страницы, идет ли она в стэк, открывается она или есть какие-то проблемы. Вот таким образом выглядит приложение. Давайте, в принципе, сейчас попробуем этот листинг загрузить, посмотреть, что у нас он выведет. Так. Стринка импорт. Вот у нас, например, обычная страница с кнопочкой. Обратите внимание, что вот здесь в консольке у нас вывод, как раз когда страница загружалась, была активейтинг, сейчас страница актив. Я как раз сейчас попробую загрузить вторую страницу. Вот. И вы видите, что сначала у нас вызвался статус деактивейтинг, и первая страница у нас сейчас инэктив, потому что загружена вторая страничка. Таким образом можно отслеживать статусы. Есть ли вопросы? Так, на обложке кнопок можно давать состояние. Можно, на самом деле, задавать все, что угодно. Можно, мы потом посмотрим пример в браузере, переключать странички назад-вперед. То есть можно, в принципе, какие-то кастомные тоже действия совершать. Так, пока поедем дальше. Значит. Следующий топик — это навигация между страницами. Навигация осуществляется с помощью метода PageStack. Ну и, собственно, типичные для стэка свойства — это элемент на вершине стэка, в данном случае у нас страница, глубина стэка. Ну и плюс еще есть свойства busy, когда у нас происходит анимация перехода от экрана к экрану. Тоже можно посмотреть процесс загрузки страницы. Ну и помимо стандартных методов для стэка push и pop и clear, есть еще методы для, так скажем, прикрепления страницы. То есть когда страница у нас вроде бы загружена, но она еще не отображается. То есть когда мы страницу push'ем в стэк, она у нас сразу же переключается на верхнюю страницу. Если мы вызовем метод push-attached, то мы данную страницу не вызываем пока, то есть она у нас еще невидима. Мы остаемся на предыдущей странице, но в стэк она уже загружена. И если в стэк эта страница загружена, и нам по какой-то причине нужно перейти на нее попозже, мы это можем сделать с помощью метода navigateForward, ну или, соответственно, navigateBack. Помимо этого, если у нас страница была загружена, но мы на нее, например, так и не перешли, мы можем ее извлечь с помощью метода pop-attached, одну или несколько страниц. Визуально это происходит примерно вот так. Сейчас давайте посмотрим. Если у нас, например, в ответ на какое-то действие мы вызываем по дефолтному id pageStack метод push и загружаем страницу. Соответственно, когда мы вызываем метод pop, мы уже без аргумента просто обращаемся к pageStack. И сейчас посмотрим на примере. Можно будет тоже в листинге навигация между страницами глянуть. Сейчас у нас загружена первая страничка, и вот мы нажимаем метод push. Сейчас у нас загружены две страницы, глубина стека 2. Мы, например, можем ее извлечь, запушить опять. Можем вызвать прикрепленную страницу. Если заметите, вот здесь появился такой маленький кружочек, аналогичный этому. Это сигнал того, что у нас есть здесь страница, на которую мы можем переключиться. Мы можем, собственно, сделать navigate forward, нажав на этот элемент. Navigate back мы делаем с помощью... Вот здесь мы делаем действие pop, то есть переключаемся назад. Ну, например, можем извлечь из стека страницу. Телем navigate forward и navigate back. Вот таким образом. Ну, как раз вот здесь тоже часть этого кода, как происходит, операция push-attached, загружается у нас страничка, показывается метод для перехода, и мы можем ее переключить назад или извлечь из стека. Есть ли пока вопросы? Непонятно, фрагмент в андроиде — это что, если можно уточнить? Когда приложение свернуто, в обложке может же отображаться текущее состояние. Может, да. Можно, например, если заметки, можно вывести количество заметок. На обложке помимо элементов управления также можно вывести информацию какую-то, какую вам необходимо. Так, ладно, пока переходим. Если что, я там запомнила, где остановилась. Если что, еще почитаю вопросы. Ну, значит, уже, собственно, с контентом страницы сейчас начнем работать. Значит, первая группа — это текстовые элементы. И первый элемент — page header, он, конечно, больше к самой странице относится, но тоже отображает какую-то информацию. Значит, это заголовок страницы. По умолчанию он у нас присутствует с правой части, и его можно задавать разными способами. Вот здесь, собственно, указаны все основные свойства, которые page header содержит, и что он может отображать. То есть, во-первых, это сам заголовок. Ну, в формате простого заголовка можно ему назначать. Помимо этого можно добавлять какое-то описание. Вот мелким шрифтом здесь какой-то комментарий, если необходим. Если нам, например, хочется еще больше разнообразить информацию и добавить, ну, например, иконку, мы вызываем свойство extra content children, и вот мы здесь в данном случае вызываем компонент image, подключаем иконку, ну, например, что это страница информации у нас. Если уж мы совсем разошлись, и мы хотим и заголовок обязательно, и описание, и нам еще иконку подавать, то вот можно это, в принципе, все сделать. Но желательно, конечно, тоже не перегружать информацию, делать ее более лаконично, но если необходимо, вот можно это сделать. Ну, плюс еще здесь, конечно же, можно указать ID этого элемента, чтобы к нему каким-то образом обращаться. Например, если нам необходимо его изменить в какой-то момент. Следующий элемент — это label. Label у нас наследован от kumel-компонента текст. Он у нас, ну, собственно, предназначен для простого вывода текста. Что дополнительно у нас, какие еще свойства здесь добавляются? Во-первых, мы можем подсветить элемент. Как желательно подсвечивать элемент, покажем чуть попозже. Можно назначить определенный цвет, используя цветовую палитру. Ну, и как и в прошлый раз, не помню уже, мы обсуждали или нет, можно обрезать строку в определенном виде. То есть если по каким-то причинам мы хотим указать, что есть какой-то текст, который большой, но что он не вмещается в этот элемент, можно задать параметры, то есть как он будет обрезаться. Может обрезаться вот просто как идет, то есть вообще без обрезки. Его можно немножечко, ну, указать многоточием, что текст еще продолжается. И можно его немножечко затенить. Вот для этого, собственно, существует свойство Truncation Mode. Если мы хотим указать многоточием вот с помощью вот такой конструкции, мы называем элемент Truncation Mode, и у него свойство Elite, или Truncation Mode и свойство Enumeration Fate. Помимо этого, конечно же, мы, как и обычному тексту, можем работать с его шрифтом, с размером шрифта, с цветом. Вот, ну, в данном случае вот мы с помощью вот такой конструкции, о которой мы тоже поговорим попозже, доказали, каким должен быть цвет в данном случае. Ну, это обычный текст, которым мы не можем взаимодействовать. Есть еще модуль, элемент LinkedLabel. Это форматируемый текст, который распознает ссылки, распознает имейл-адреса, номера телефонов, ну, то есть, который может представить их в определенном формате. Здесь дополнительные свойства у нас включить или отключить действие ссылки по умолчанию, то есть, может ли она быть кликабельной, обработка ссылок с помощью сигнала Onlink Activation. Сам текст, который мы выдаем, вот он у нас будет описан в свойстве PlainText, и также мы можем указать, сокращать ли URL-адреса в тексте или нет. Ну, и как пример LinkedLabel, вот у нас такая конструкция, то есть здесь мы указали, что там какой-то определенный имейл светил, светил, и, в принципе, он нам дает понимание, что мы с ним можем взаимодействовать, но нужно указать, что мы по этому действию можем сделать, чтобы открыть эту ссылку, либо отправиться в приложение почты, например. То же самое ссылка, да, вот. То есть он распознает вот такого вида сокращенную ссылку и ее отображает как подсвеченную таким вот образом. Помимо того, что мы можем текст выводить, мы еще его можем попросить пользователя его вводить. Для этого у нас есть два элемента. Первый элемент — это TextField, который позволяет нам вводить текст в одну строку. Собственно, мы можем указать текст, который мы вводим, можем указать placeholder текст, то есть который у нас является такой подсказкой, что же в это поле стоит вводить. Когда пользователь начинает этот текст вводить, он может забыть, зачем он его вводил, и для этого мы можем ему включить такой лейбл, текст, который будет отображаться под полем ввода. Ну, обычно он появляется, когда уже placeholder исчезает, то есть когда пользователь начинает вводить текст. Можем сделать так, что пользователь не может этот текст изменять. То есть мы можем указать текст, он будет отображаться, и пользователь его изменить не сможет. Помимо этого мы можем подсказать с помощью свойства input method hints, мы можем вывести определенную клавиатуру. То есть если, например, нам нужно ввести только телефон, или, например, URL-адрес, или еще что-нибудь такое. А помимо этого, конечно, очень полезно иметь валидатор, где мы можем задать, какой же формат мы ожидаем, формат ввода мы ожидаем от пользователя. Ну и стандартные методы для работы с текстом — копировать, вырезы, вставить, плюс еще выбрать текст в определенном режиме, либо от какой-то позиции до какой-то, либо выбрать весь текст, либо выбрать одно слово. Ну вот таким образом это выглядит. Попробую увеличить. Немножечко. Ну сейчас, по-моему, у меня есть листинг на эту тему, мы можем его ввести. Значит, что у нас здесь есть? Мы указали placeholder текст, что мы ожидаем от пользователя, число от минус 10 до 10 в таком формате. Мы укажем лейбл, который появится внизу, когда мы начнем вводить текст, что это текстовое поле, например. Мы выводим сразу пользователя клавиатуру цифр, чтобы он не начал вводить буквы, и, собственно, указываем валидацию, что вот мы ожидаем такую нотацию, то есть вот такой вот. Плюс еще здесь есть управление свойствами Enter key, то есть это клавиша Enter. Значит, во-первых, мы ее можем запретить ее подсвечивать, в принципе, как-то с ней реагировать, пока пользователь не ведет то, что нам нужно. Можем указать специальную иконку для Enter key, ну и плюс действия после того, что произойдет, когда Enter key будет нажата. Здесь, например, мы выведем этот текст, то есть то, что ввел наш пользователь. Сейчас я проверю. Да, у меня есть TextField, например, и мы его сейчас заюзаем. Так вот, да, у нас обновилось приложение. Мы сейчас начнем вводить, например, вот у нас появился лейбл, чтобы мы не забыли, что мы вводим. И поскольку у нас стоит валидатор от минус 10 до 10, он мне подсветил красным, что а-та-та-так не надо. Вот если, например, я введу 10, то я уже смогу ввести Enter. И на консоли отобразится число, которое я загадала, 10. Таким образом, с этим полем можно взаимодействовать. Ну, вот здесь как раз какие варианты виртуальной клавиатуры есть. Можно подобрать для номера телефона, ввода целых чисел, можно e-mail, где сразу значок собачки появляется, клавиатура действительных чисел, веб-адреса. Можно использовать клавиатуру, которая вам не показывает подсказки, то есть не подбирает слова следующие. Ну и плюс еще клавиатура, которая не переключается в верхний регистр. Ну, для удобства введения, например, логинов или адресов почты. Тут тоже иногда не хватает этого в UI. И какие есть валидаторы? Валидаторы у нас в… это как бы наследство кумали-компонента. Вот есть валидатор целых чисел, валидатор чисел с плавающей точкой и проверка регулярок. Помимо того, что мы можем задать, например, в валидаторах чисел границы, мы еще можем указать локаль. То есть если, например, ввод какой-то даты или какого-то определенного формата, связанный с какой-то географической местностью, ее можно ввести, и там автоматически это будет тоже проверяться. Плюс в double-валидаторе, то есть с плавающей точкой, определена нотация числа по стандарту, по дефолту это научная нотация, то есть через E можно указать стандартную. Ну и вот пример, например, вот пример регулярок. Если мы хотим ввести какой-то логин, мы ограничиваем пользователя введением цифр, букв и количеством знаков, сколько он может ввести. Но помимо того, что у нас есть однострочный текст, нам может понадобиться поле для ввода многострочного текста. Элемент текстаря отвечает за это. Можем здесь управлять горизонтальным и вертикальным выравниванием текста с помощью соответствующих свойств, и также можем управлять режимом переноса текста. Мы можем переносить, например, слово, то есть если у нас полностью не вмещается слово, оно перенесется на следующую строку. Можем переносить в любой точке строки, и вот можно указать просто в рот. По возможности будет переноситься по слову, но если уж совсем никак, то перенесется и часть строки, то есть перенесется и часть слова. По умолчанию переноса нету, поэтому если нам необходимо ввести какой-то большой текст, то лучше его задать. Ну, вот как это выглядит. Сейчас я посмотрю. Да, чтобы время сэкономить, наверное, не будем это показывать. В принципе, на экранчике там будет видно, но в принципе можно будет подставить этот элемент и посмотреть. Вот здесь я ввела текст и указала перенос по слову. То есть вот, например, у нас вместилось слово framework, и оно перенеслось на следующую строку. Можно также задать выводимый текст, то есть вот через перенос каретки у нас тоже может форматироваться таким образом. Но в текст-эре нету валидаторов и нету input method hints, то есть это нужно использовать только для однострочного ввода. Здесь более такой текстовый формат, то есть нужно какой-то абзац прям ввести текстом. Есть ли вопросы? В коробке нет, нужно Red Jackson. Клавиатура достается при нажатии на это поле, то есть когда при клике сразу же выскакивает клавиатура. Текст-эр имеет динамическую высоту? Да, то есть она может увеличиваться. Так, едем дальше. Элементы управления. Здесь тоже несколько всего, их немножко больше. Можно будет посмотреть тоже документации и добавить их по себе в копилочку. Здесь такие основные, то есть первая это уже готовая кнопка, которая может, во-первых, у которой мы можем управлять размером с помощью элемента темы. Тоже про него поговорим. Здесь вот в принципе в зависимости от того, какой величины вы хотите сделать кнопку, можно задать не кастомно, не пикселями, а вот с помощью такого элемента, который у нас достаточно специфицирован. Ну и плюс текст можно показать, который отображается на кнопке. И обработчик сигнала он кликнет, либо он пресс, то есть все доступные от Мау-серия обработчики сигнала здесь также доступны. Ну вот самая простая кнопка у нас здесь. Она указана в медиум. Медиум по умолчанию в принципе стоит, можно не указывать. Текст и он кликнет у нас пишет, что нажато. Даже без указания вот этого свойства у нас выведется медиум, размер кнопки. Помимо этого, если нам необходимо на кнопке выводить какие-то значения, например, динамические, либо просто статические какие-то, добавлять информацию, просто получить от какого-то другого элемента, у нас есть компонент value bottom. Значит, у нас здесь есть поле для краткого описания, оно большего размера. Есть value поле для значения, отображается рядом. Ну здесь на кнопочке видно, что это ноль. И description, поле для комментария. То есть может быть описать назначение этой кнопки, почему она динамически меняется и так далее. Вот пример такой value button. Наверное, не будем его прогонять. Здесь, в принципе, тоже по коду понятно, что при обработке сигнала он клик, значение value будет меняться, инкрементироваться. Здесь она, эта кнопка как раз считает, сколько раз нажата. На прошлом, с прошлых слайдов, скринов у нас было число 54. Я не знаю, кто столько накликал. Есть еще кнопки icon button, то есть помимо того, что есть текстовые кнопки, нам еще хорошо бы иметь в арсенале иконки, на которые мы можем покликать. Ну вот icon button у нас за это и отвечает. То есть с помощью свойства icon мы можем указать саму иконку приложения, можем взять те, которые предоставляются здесь уже. Вот, например, значок play, да, там паузы, каких-то других управляющих элементов. Ну, можем и указать свою. Значит, здесь можно заскейлить ее, если нам необходимо. Но лучше не указывать конкретное число. Я потом покажу способ с помощью pixel ratio. Ну, опять-таки, она откликается на различные сигналы мыши. Кнопку также можно подсвечивать в зависимости от того, нажата она или отпущена. Вот, хорошо тоже это показывает. Это с помощью состояния. Можно управлять подсветкой кнопки и смотреть, в каком состоянии сейчас она. Кнопка переключения. В свечи есть несколько их разновидностей, которые она, в принципе, может там сделать да-нет, ну, то есть булевое какое-то значение. От компонента mouse-air он исследован. Здесь есть возможность автоматического переключения при нажатии статуса, указать статус переключателя. Можем, в принципе, считать, находится ли он сейчас в состоянии, занят или нет, и указать иконку для переключателя. Помимо обычного свеча есть текстовый свитч, переключатель с полем для текста. Ну, если мы хотим еще иконку и текст, то вот переключатель с иконкой с полем текста есть, который включает вот все вот эти вот элементы, поскольку является наследником текста свитча, текст свитч, наследник свитча. Ну, вот как это все выглядит. Таким вот образом, как раз через выяснение, ну, собственно, подсвечен он или нет, мы выясняем, то есть мы показываем, какого цвета нам хорошо бы его отобразить. То есть если он у нас включен, то мы его подсвечиваем, выключен, он вот такой неактивный. Плюс еще можно изменять, в зависимости от его состояния, можно изменять название, то есть вот активный, неактивный, и управлять и подсветкой в том числе. Если мы хотим вывести экранную клавиатуру, нам достаточно в код добавить вот такой элемент keypad, ну, и как-то его еще отцентрировать, здесь пониже, например. Экранная клавиатура числовая, можно указать, хотим ли мы выводить символы звездочки-решетки, хотим ли мы выводить символы, и эти символы можно указать вручную, то есть здесь вместо, например, ABC можно указать что-то другое. Ну, по умолчанию, понятно, стандартная аннотация. Плюс для этого, плюс можно добавить в первую кнопку иконку голосовой почты, ну, и тоже реагирует на соответствующие сигналы, с которыми можно тоже взаимодействовать. Если, ну, поскольку интерфейс у нас бывает с несколькими элементами управления, мы хотим каким-то образом перехватить события и ограничить взаимодействие пользователя с элементами на какое-то время, то мы можем использовать элемент touchblocker. Вот, то есть здесь можем управлять тоже состояниями, вот здесь указываем. В данном случае мы привязываем, например, к silicalist view, и это означает, что silicalist view, в принципе, он сенсорный, то есть он взаимодействует с пользователем, но мы можем указать, что сейчас мы не хотим с ним разговаривать. Да, помимо указанных элементов управления, есть еще несколько, как я уже сказала, например, слайдеры, remorse action — это элементы, которые вызываются при удалении, например, элемента, то есть есть какое-то время, чтобы подумать, что происходит с элементом. Вот, то есть это тоже можно будет, во-первых, документации посмотреть, во-вторых, мы сейчас тоже готовим курс и туда это тоже включим. Немножко попозже будет расширена информация. А пока есть ли вопросы по этому материалу. For mic and button — только круг или можно как-то свою задать? Можно задать свою, кругами они у нас по умолчанию, ну, это дефолтные иконки, которые можно вытащить сразу из шаблона приложения, но можно задать свою. Ну, хорошо, пока едем дальше, у нас еще пока много интересного впереди, мы только-только к середине подошли. Что я еще там подхвачу? Значит, следующий пункт, с которым разберемся, это меню. Потом посмотрим, к чему они привязаны. Значит, менюшки — это вот как мы уже видели, вытягиваемые элементы сверху или снизу, плюс еще есть контекстное меню. Ну, в принципе, мне кажется, там по описанию, по названию понятно, что есть меню, которое вытягивается сверху вниз, вниз, это pull-down меню, есть push-up меню, которое снизу вверх. Вот они, в принципе, здесь все представлены, и помимо этого есть контекстное меню, вот, например, у какого-то определенного элемента. Эти менюшки работают в… ну, то есть они вкладываются в определенные контейнеры, про контейнеры мы в следующем блоке как раз поговорим, сейчас вот именно про эти элементы. Значит, помимо того, что у нас есть сам компонент меню, нам еще нужно описать, что находится внутри. Для этого есть элементы меню item — это первый пункт, ну, один пункт меню, их может быть несколько, и меню label — это описание, то есть которое нам подсказывает, для чего это меню, собственно, и нужно. В меню item мы указываем текст этого пункта, можем задать ему цвет, шрифт и выравнивание, в меню label в описании мы тоже можем описать, зачем это меню нам нужно, задать его цвет и задать отступ. Здесь примеры, вытягиваем их меню сверху и снизу, ну, если посмотреть, то мы указали описание меню information label, и вот у нас два меню item, которые… что-то с ними можно сделать, то есть с ними тоже можно взаимодействовать по нажатию, либо по другим double-click или press или release, или что-нибудь такое, с ними тоже можно взаимодействовать. Вот мы, например, указали для всего меню цвет фона, он сменился на красный, и вот так красиво градиентиком прозрачненьким показывается. Можно указать цвет подсветки, можно также для меню выбрать быстрый выбор, то есть когда мы разворачиваем его, он нам сразу же показывает на этом меню. Давайте, наверное, чтобы голословно не быть, я вам его покажу. У меня здесь только контекстное, но мы сейчас быстренько эти менюшки сделаем. У нас меню включается вот вместе с… с этого компонента Silica Flickable сработает. Да, вот у нас сейчас загрузились… Ну вот эти вот полосочки нам, в принципе, показывают то, что менюшки у нас здесь есть, и мы можем с ними взаимодействовать. Вот сейчас мы вытянем вот так вот, и вот Quick Select нам, собственно, быстро помогает включить какую-то опцию. Вот у нас идет подсветка, и с этой опцией мы можем уже взаимодействовать таким вот образом. Ну и контекстное меню, оно у нас отображается в месте, ну, то есть взаимодействие с их компонентом ListView, то есть когда у нас элемент организованных список, мы можем выбрать один элемент из этого списка, нажать на него и как-то его либо изменить, либо с ним провзаимодействовать. Вот, и здесь есть свойство, отображается ли меню в данный момент, закрыть ли меню после нажатия, вызвать ли обработчик, и открыть-закрыть контекстное меню. Вот таким образом это выглядит. У нас компонент List Item, элементы организованы в виде списка, и мы нажимаем на какой-то список, ну и вот, например, здесь мы по нажатию говорим, что давайте пометим его жирненьким, выделим этот элемент, вот он у нас и выделяется. Сейчас продемонстрирую. Вот у нас списочек, и вот мы нажали долгим нажатием, он сразу реагирует, и вот говорим, что мы хотим его выделить. Вот таким вот образом. Да, ну и вот, собственно, этот компонент List Item, с которым взаимодействует контекстное меню. Здесь про него будем говорить в следующем вебинаре больше, то есть это именно способ представления данных. А здесь в контексте работы с меню важно указать, что мы можем регулировать высоту делегата, то есть высоту элемента, с которым мы работаем. Можем подсвечивать содержимое, можем сделать только, вот, например, ну, то есть указать, открыто ли меню или нет. Можем указать, что, ну, открыть меню, например, на только нажатие и удержание, ну и методы скрыть и отобразить. Именно List Item работает с контекстным меню, поэтому здесь важно тоже указать. А в принципе, с List Item мы будем знакомиться послезавтра, в понедельник, прошу прощения, у меня уже немножко даты меняются. Я еще, видимо, не оставила этот слайд, хотела про push-up меню сказать. Значит, смотрите, pull-down меню сверху вниз, оно у нас, в принципе, там может вытянуться с любой позиции. Но если у нас, например, есть интерфейс, который состоит, ну, из списка элементов, и здесь по каким-то причинам 100 элементов сразу, чтобы добраться до push-up меню, если оно у нас есть в коде, нам нужно будет пролистать весь список до конца, то есть пока мы не дойдем до сотого элемента, мы не сможем открыть это push-up меню. Поэтому важно понимать, что если мы берем вытягиваемое снизу меню, нам нужно думать о том, какой интерфейс есть сейчас, то есть чтобы пользователю не нужно было протягивать, то есть там минут пять листать, пока он до него доберется. Это важное замечание, я его в слайд добавлю еще. Пока есть ли вопросы? Комментарии по поводу icon-button. Форма берется непосредственно из иконки? Да, то есть можно, например, SVG указать тип, и она, вот эта форма будет именно такой. Для пункта меню задать иконку нет, это текстовое поле. Поэтому здесь тексты направляют. Можно ли задать иконку за пунктом меню? Пока поехали. Следующее, с чем познакомимся, это контейнеры. Про контейнеры мы уже немножко знаем. Знаем, что они бывают в виде списка, в виде сетки, в виде слайд-шоу, и, например, в виде веб-страницы. То есть контейнеры в силике, наследники контейнера, контейнеров из модуля QtQuick с небольшими дополнениями. Как мы видим, здесь появился еще контейнер Flickable, его наследник Silica Flickable. Вот Silica Flickable — это наследник Flickable. Это прокручиваемое меню, ну, что удобно для как раз мобильных устройств, чтобы это делать жестами. Silica List View — это список, Silica Grid View — таблица, Slideshow View — это циклический показ слайдов, и есть еще Silica Web View — отображение веб-страницы, ну, то есть, по сути, самый простенький веб-браузер. Сейчас познакомимся с каждым из них. Значит, контейнер с прокруткой. Вот как раз-таки внутри этого контейнера мы в качестве свойств и можем определить Pull Down меню и Push Up меню. Если мы хотим с ними поработать, нам нужно сначала определить контейнер Silica Flickable. Плюс мы еще можем указать возможность быстрой прокрутки вниз и вверх, если это нам необходимо. И как очень большая рекомендация, приравнивающаяся к обязательной, что с Silica Flickable нужно использовать визуализацию ползунка, чтобы пользователь понимал, в каком моменте страницы он находится. Это элемент Scroll Decorator. Вот его просто мы добавляем в этот контейнер. Вот таким образом это выглядит. То есть у нас определен контейнер Silica Flickable. Мы задаем ему там какие-то параметры, понимаем, сколько он будет занимать. И вот, например, в виде колонки мы здесь определили, что на всю эту колонку мы их заполнили логотипчиком, и вот его можно прокручивать, например. И вот указали Scroll Decorator для того, чтобы было понимание, где мы находимся. Scroll Decorator есть как вертикальные, так и горизонтальные. Для Silica Flickable это вертикальный элемент прокрутки. Список элементов Silica List View. Здесь это как способ представления данных, и здесь важное свойство — это модель данных, то есть те данные, которые мы хотим отобразить. И Delegate. Delegate — это контейнер для отображения одного элемента списка. С этим подробно как раз знакомиться в понедельник будем, и побольше как раз узнаем, как представлять данные в виде списка. Пока вот, в принципе, пример, как это может выглядеть. Ну, то есть, по сути, список элементов. Здесь мы определяем, например, Delegate у нас с List Item. Это один элемент списка. И вот мы говорим, что этот List Item у нас в виде лейбла, то есть в виде текста. Мы его показываем каким-то образом, определяем параметры, и вот задаем, что таких элементов у нас будет 100 штук. Вот, и элементы мы отображаем там с помощью конструкции, которая нам позволяет менять номер этого элемента, то есть мы показываем индекс элемента. Таким образом можно его задать. Ну, и как видите, тоже мы добавляем Scroll Decorator, чтобы было понятно, где мы, в конце концов, на странице. А Silica Grid View у нас таблица. Здесь, ну, как и в принципе в обычной таблице, нам тоже важно понимать высоту и ширину ячеек. И вот здесь можно использовать горизонтальный декоратор, то есть колесико прокрутки. Вот так это может выглядеть. То есть, по сути, мы точно так же определяем модель, то есть те данные, которые у нас будут содержаться, и как выглядит Delegate. Ну, в данном случае там такая числовая таблица есть у нас. Здесь мы задаем, ну, вот мы здесь указали как раз вот с помощью такой конструкции, что у нас будет четыре столбца. Вот здесь тоже можно это указать. Ну, слайд-шоу как раз на прошлой лекции мы обсуждали, как это может выглядеть. Вот я сейчас могу даже показать примеры. Ну, вот сейчас посмотрим, покажем примеры каждого элемента. Значит, слайд-шоу — это когда у нас переключается каждый элемент с помощью анимации. Здесь мы можем задать высоту и ширину элемента и направление переключения. То есть мы можем как вертикально, так и горизонтально эти слайды переключать. Ну, плюс еще там можно задать параметры анимации этого переключения элемента. Ну, вот, да, здесь понятное дело, что на скриншоте не увидишь, как это выглядит. Сейчас мы загрузим это и посмотрим. Ну, и Silica WebView — это отображение веб-страниц. Здесь, что нам важно знать, это адрес веб-страницы, заголовок. Мы можем также указать, идет ли процесс загрузки страницы и указать, в принципе, какой это процент, то есть от нуля до единицы здесь. Ну, вот самый простенький браузер, который только можно сделать вот с помощью таких вот элементов. То есть здесь мы отображаем адрес, здесь у нас заголовок этой страницы, и вот страничка у нас во все окно. Сейчас давайте, я думаю, в принципе, как выглядит табличка и лист вью понятно, но вот как выглядит слайд-шоу, давайте посмотрим. Ну, вот у нас загрузился первый первой там, и вот мы как раз переключаем свайпами. Давайте попробуем направление задать вертикальное. Ну, вот оно у нас переключается вертикально теперь. Ну, на месте текста, понятно, может быть и картинка, и все, что угодно. Просто здесь такой самый простой, простой способ представления. Давайте пока вопросы по контейнерам. Я включу уже диалоги. Хорошо, едем дальше. Еще один важный аспект работы со страницами, это такая разновидность страниц, я бы сказала, диалоги. То есть нам время от времени нужно делать какие-то там приложения с опросами или еще что-нибудь такое. То есть нам важно, чтобы страница умела каким-то образом с пользователем разговаривать и подтверждать его действие или нет. Для этого есть специальный тип, это диалог. Страница с действием подтверждения. Значит, вот она выглядит примерно как страница обычная, но здесь, если заметите, вот здесь добавляется вот эта плашечка такая, и вот здесь написано, например, слово «assert». То есть это страница, которая наверху уже предполагает какие-то кнопки для общения с пользователем. Вот. И, собственно, что у нас здесь есть, какие дополнительные свойства у диалога появляются. Это свойство «can-assert», то есть вообще подтвердит ли диалог в текущем состоянии. Ну, например, там мы заполняем какую-то форму, а пока мы все строчки не заполнили, у нас кнопка «assert» не является доступной. Дальше важное свойство «result», то есть это результат закрытия диалога, с каким результатом он закрылся, «assert»ился, отменился, либо вообще он не закрылся, еще ничего не произошло. Дальше обработчики сигнала соответствующие, то есть когда открывается диалог, что происходит, когда на «assert» что происходит, и что происходит на «reject». Плюс еще для разработчиков тоже для отслеживания статусов хорошо бы использовался, ну, есть вот такой сигнал «on done», то есть еще, ну, то есть уже в принципе там информация введена, но диалог еще не закрыт, то есть ни «assert» и ни «reject». То есть обработчик сигнала перед закрытием диалога и до вызова он «assert» или он «reject». Ну и методы для взаимодействия с диалогом — это открыть диалог, подтвердить действие, отменить диалог и закрыть диалог. Помимо этого у нас здесь, ну, как и для страницы, соответственно, page header, здесь есть диалог, диалог header. Это управление заголовком. Здесь помимо текста заголовка, вот который у нас вот здесь отображается, и описания какого-нибудь, например, у нас есть свойства, которые определяют кнопки «assert» и «reject». Вот, ну, то есть здесь они у нас появляются, вот, например, сверху. По традиции, ну, в смысле, не по традиции, а по архитектуре, получается, право «assert», слева «reject». «Cancel» можно не указывать даже, ну, то есть вот название этой кнопки можно не указывать. В принципе, когда пользователь там, ну, денек походил с телефоном, он уже привыкает к тому, что вот нажать налево — это перейти назад, ну, и, соответственно, здесь это будет отмена диалога, то есть, в принципе, можно это не указывать. Ну, как бы это такое не то чтобы правило, но можете указывать, это более вкусовые предпочтения, я бы сказала. Ну, вот пример такого небольшого диалога. Давайте мы его отобразим. И, да, тоже просто для понимания структуры, это у нас вместо page, то есть это как бы после application window это структура, элемент второго уровня. То есть он дочерний элемент application window. Красивее оформим. Вот мы его загрузили. Сейчас у нас вот что-то должно отобразиться. Да, смотрите, вот этот диалог с нами разговаривает о том, что мы как-то хотим изменить его название. Вот, мы ввели. И вот говорим set header. Все, вот у нас появился header заголовка. Вот здесь как раз срабатывает обработчик сигнала onDone. Ну, здесь присваиваем имя заголовка. Так, сейчас я посмотрю, если у меня еще здесь слайды относительно диалога. Да. Каким образом... Ну, то есть, когда мы подгружаем страницу, мы ее загружаем в стек страниц. Здесь то же самое. То есть нам, например, нужно подгрузить диалог. Но вот у нас есть страница, как нам этот диалог со страницы загрузить. Мы, ну, например, с кнопки, да, вот мы там на обработчик onClick нажимаем и вызываем JS-конструкцию. То есть мы определяем тип диалог, который мы пушим страничку. Она у нас показывается. То есть мы переходим на этот диалог, на страничку диалога. И если мы хотим какие-то данные с текущей страницы взять, мы их можем передать. Точно так же данные из диалога, которые мы получили в качестве результата, мы можем вернуть и перенести ее в ту страницу, с которой мы этот диалог и начинали. То есть в данном случае, например, мы описываем функцию, которая нам говорит, что после завершения успешного диалога, когда пользователь подтвердил свои действия, мы переименовываем страницу и вот берем свойство name из диалога и ее засовываем в свойство title нашей странички, нашего хедера. А по умолчанию у нас вот здесь нашего пейдж-хедера нет. Ну, почти на финишной прямой. Сейчас поговорим про стилизацию приложений, именно как их сделать в одном стиле в соответствующем атмосфере. Значит, у нас есть элемент тема, который нам позволяет без вручного ввода указать, во-первых, размеры элементов, указать размеры шрифтов, управлять подсветкой, управлять отступами между элементами. И вот за все эти аспекты как раз мы можем, со всеми этими аспектами мы можем поработать именно с помощью свойств компонента тема. Значит, это, во-первых, одно из самых важных определений, что нужно понять, это какого размера мы хотим элементы в силике. И по градации, вот у нас получается здесь сколько, шесть, есть шесть различных вариантов, которые предоставляет сама библиотека. есть размер маленький, то есть прям экстра-смол, который для каких-то очень мелких описаний или просто каких-то там, ну, самых вот почти невидимых штук, не рекомендуется его использовать, но там в любом случае он есть. Почему не рекомендуется? Потому что экран маленький все-таки, и, ну, очень часто можно не заметить. Ну, если это какое-нибудь, например, пользовательское соглашение, то удобно использовать этот размер, но что, опять-таки, не очень приветствуется. Для однострочных надписей можно использовать item size small, то есть он такой более для второстепенных каких-то, для второстепенных элементов, то есть вот такого размера. Я как раз здесь вывела прямоугольники вот размера элементов, то есть чтобы вы могли посмотреть, как это выглядит. Здесь может быть не только текст, это может быть размер, например, иконки, размер вот того же прямоугольника или размер какого-нибудь другого элемента визуального. Здесь можно ориентироваться, как это, в принципе, выглядит. Средний размер у нас для двустрочных записей, например, какие-то описания, примечания можно. Ну, более привлекающие внимание, например, иконки. Большой размер у нас для заголовков, для айтемов. Extra large — это какие-то графические элементы, тоже там какие-то картинки или миниатюры, что-нибудь такое. Ну, и миниатюры изображений, например, для обложки, вот тоже можно использовать size extra large. Значит, это присваивается свойствам размера объектов, то есть, например, при выводе, ну, вот такой вот странички я как раз создавала элементы прямоугольника и свойство height назначала вот именно эти размеры. То есть это тип real, вот, и как раз где можно их использовать в качестве чисел, можно их указывать. далее, что еще, на что хочется обратить внимание, это на размеры шрифтов. Опять-таки здесь градация от extra small до huge, и его можно использовать в элементах, касающихся вывода текста для свойства font pixel size. то есть extra small у нас для каких-то прям очень маленьких пространств, которые, опять-таки, следует избегать. Small размер у нас для второстепенной информации, какие-то дополнительные описания, если они не архиважные для понимания там чтения интерфейса. Medium — это стандартный текст, который вот, ну, обычный, обычный шрифт, который хорошо читается, который достаточно удобен для чтения. Size large — это тексты заголовков. Вот, например, там можно посмотреть, что заголовок именно таким шрифтом и написан. Extra large — для каких-то полноэкранных надписей и уведомлений, например, если вы хотите на экран блокировки что-то показать или что-нибудь такое. И huge текст, который сразу хочет привлечь внимание, вот он может использоваться для каких-то объявлений, очень срочных уведомлений или чего-нибудь такого. Следующий важный компонент — это работа с цветом, поскольку цвета присутствуют у многих элементов, и здесь важно тоже, как определять этот цвет. То есть цвет мы задаем и для текста, мы цвет задаем для элементов, например, подсвеченных, нажатых, отжатых, приглушенных каких-то. То есть здесь тоже нужно с этим хорошо бы знать, как с этим управлять. Ну и, собственно, мы сейчас это посмотрим на эмуляторе побольше. Листинг для как раз этого и есть. Какие у нас здесь есть, в принципе, варианты цвета? То есть для каждой атмосферы задается определенная палитра, которая нам указывает, например, цвет primary color. То есть primary color — это основной цвет для текста, например, чаще всего используется. И он такой достаточно яркий, хорошо читаемый и контрастный с картинкой атмосферы. Дальше secondary color, он немножко приглушенный. То есть он вот даже здесь можно на экране различить, что он немножечко темнее выглядит, чем основной цвет. И, например, для каких-то дополнительных описаний используется. Дальше для подсветки, например, чтобы нам выделить, что цвет подсвечен или, например, элемент нажат, то вот мы с помощью highlight color выделяем это. Плюс еще как бы тоже дублирующий есть вторичный дополнительный выделенный цвет тоже может использоваться для какого-то привлечения внимания, но не столь пристального, как обычный выделенный. Помимо этого, то есть помимо текста, например, помимо каких-то визуальных элементов, можно подсвечивать фон. Вот опять-таки там я выбрала прямоугольнички и выбрала подсветку. Highlight background color — это основной цвет подсветки. Но можно использовать также приглушенный. То есть вот подсветка фона здесь немножко приглушенная, но все-таки видно, что какая-то подложка здесь есть. Помимо этого можно устанавливать прозрачность вот таким вот образом. То есть мы здесь указываем свойства GBA и говорим, что мы там задаем, например, подсветку, приглушенную подсветку, ну и плюс еще мы выбираем там какое-то значение прозрачности. Ну то есть вот такой вот синтаксис можно использовать как раз для полупрозрачной подложки. Вот если посмотреть, то как раз первые два прямоугольничка, где мы больше обращали внимание на цвет, они именно подсвечены вот с помощью такого синтаксиса. То есть это не полностью прозрачный фон. Видно, что там есть какая-то тоненькая, тоненький элемент, тоненький прямоугольник, но вот подсветка достаточно слабая, не обременяющая. И как раз поскольку мы хотим взаимодействовать как-то с атмосферами еще, мы хотим, например, при смене атмосферы, мы хотим, чтобы это все поменялось. Именно для этого мы указываем не точные значения там RGB, а указываем это с помощью компонента темы. Мы это подсветим. Надеюсь, там все хорошо. Да. Вот. То есть сейчас у нас атмосфера стоит... Аврора. Северное сияние. Вот давайте сделаем ее более светлой. Туманной. Вот у нас изменяется все. То есть все цвета сразу изменяются. Основное, дополнительное и вот выделенное тоже. Ну и, например, сменяем атмосферу на лед. Вот точно так же здесь изменяются цвета. Ну и пользователь может это настраивать по своему усмотрению. Ой, случай закрыла. Таким вот образом. Ну, по-моему, в принципе, я уже показала все, что хотела на этом примере. Так что, пересоберем. Помимо этого, помимо управления какими-то визуальными свойствами элементов, еще можно задавать с помощью темы отступы. Значит, что приветствуется всячески, это задавать отступы между границами экрана и контентом, чтобы не было... Ну, чтобы текст, например, или какой-то контент не начинался сразу от границы. Ну, мне кажется, тоже, в принципе, это интуитивно понятно, что это очень неудобно. Помимо этого, можно задавать отступы между элементами. Padding large — это, в принципе, стандартный отступ. Он как раз используется между элементами по умолчанию. Между встроенными элементами, то есть когда они находятся, например, на одной строке, тоже можно использовать padding medium. И между метками или какими-то мелкими элементами можно использовать вот это свойство padding small. Для указания границ, там, например, для свойства margins, можно использовать вот тоже свойства этих элементов. Зачем еще... Ну, почему это удобно использовать? Потому что при смене ориентации автоматически будет конверсия всех этих отступов, и не нужно будет их задавать заново, например, для определенной ориентации. Ну, плюс еще можно управлять размерами иконок. Вот, от маленьких до больших. Здесь отдельно еще иконки для обложек можно указывать. Вот, но для разных действий. Ну, по умолчанию используются средние, они достаточно удобно читаемые. И вот, например, при заголовке или при icon button switch, icon switch тоже можно использовать, задавать размеры их. Ну, или по умолчанию там средние, по-моему. Вот такие вот иконки действий. То есть вот спрашивали по умолчанию круглые, не круглые. И вот есть разные. Они доступны из шаблона. Можно с ними взаимодействовать. Это иконки для обложки. Есть еще иконки для работы в самом приложении. Тоже есть к ним доступ. Ну, и что еще важно, это, конечно, масштабировать элементы в зависимости от размеров экрана, то есть чтобы не переписывать приложение несколько раз. Советуют, ну, советуют, помимо указания точных размеров, еще добавлять элемент pixel ratio, где мы как раз можем и управлять размерами элементов в зависимости от экрана, чтобы это в автоматическом режиме конверсия происходило, а не переписыванием и добавлением новых страниц. И последнее здесь, о чем бы я хотела сказать, это о размерах экрана. Есть отдельный элемент, называется screen, и у него есть важное свойство size category, который нам позволяет, если у нас все-таки есть приложение, которое при различных экранах хочется, чтобы оно выглядело по-разному, можно этим управлять. То есть по умолчанию вообще там размер экрана мобильного телефона где-то в районе среднего, вот large, extra large, это для планшетов, например. То есть здесь можно уже автоматически там определить, то есть мы спрашиваем, какая категория экрана, если она, например, там большая или extra большая, extra large, то мы автоматически там можем пересчитать, например, размер шрифта, либо мы можем подключить различные кумель документы, то есть, например, у нас как раз там разделенный экран или еще что-нибудь такое, то есть мы можем подключить различные странички, добавить в стэк другой какой-то документ в зависимости от того, какой размер экрана. Это что касается стилизации. Давайте вопросы посмотрим, если есть. Ну, еще хочется сказать, что там в презентации мы указали не абсолютно все свойства элемента тема, там достаточно много различных аспектов, то есть как можно больше категорий мы охватили, постарались охватить, но вот по ссылке можно будет тоже посмотреть, что еще дополнительно там, чем можно управлять. Ну, да, давайте совсем чуть-чуть осталось. Вот добрались до интересного, это до обложки приложения. Какие элементы у нас отвечают за обложку? Вообще, что такое обложка? Обложка у нас отображает информацию и позволяет управлять приложением без необходимости его разворачивать. То есть какие-то там несколько, два-три действия мы с помощью обложки указать сможем. Сгружается обложка из Application Window вот с помощью такой конструкции. Плюс есть элементы, которые отвечают также за функциональность обложки. Это действия, которые происходят при касании к обложке. Можно их специализировать, указать иконки, задать обработчики сигналов, которые реагируют на эти действия. Все эти действия могут добавляться в список доступных действий. То есть Cover Action List у нас будет содержать все доступные действия, которые есть для этой обложки. И также можно управлять степенью прозрачности обложки. Вот по умолчанию это Cover Background. Если мы укажем Cover, то она будет полностью прозрачной. Например, Cover Background у нас добавляет полупрозрачности. Ну, посмотрим сейчас на разницу. Ну, и давайте посмотрим примерчик обложки с возможностью управления. Как это вообще выглядит и что тут к чему. Так, вот у нас примерчик. Вот у меня примерчик здесь браузера, который нам отображает там какую-то информацию. Давайте мы загрузим другую страничку. У нас тут валидатор есть. Вот он P, DASH, RU. Сейчас у нас пойдет загрузочка. Мы пока свернем. Вот. И мы видим, во-первых, у нас тут быстренько мелькнул статус загрузки. Там был 89%, сейчас уже открыт. Вот. И мы видим, что у нас написано тут заголовок этой страницы. ОМП, открытая мобильная платформа. И вот у нас здесь есть две такие кнопочки. Эти кнопочки у нас отвечают за переход страниц. То есть вот мы не хотим сейчас там открывать приложение и переключать страницу, но мы помним, что мы ушли со страницы Qt Quick. Мы такие нажимаем и хотим вот ее загрузить. Мы нажали. Она у нас загрузилась в свернутом формате. И тут нам захотелось ее открыть. Мы открыли, посмотрели. Быстро переключение стека. Да, действительно, вот нам открылась эта страничка. Захотели перевести вперед. Вот она опять загружается. И вот у нас опять открыта страница ОМП. Здесь у меня где-то еще контакт загружался. А, нет, перезагрузила приложение. Ну, хорошо, значит, сейчас интерфейс немножко запаздывает. Вот открылась Аврора. Вот таким образом можно управлять. То есть здесь по умолчанию вот такие вот есть в обычном шаблончике приложения тоже есть две кнопочки. Их можно тоже назначать. Они в самом коде пустые. Давайте глянем, что там вообще внутри кроется. Как происходит работа с этими, с обложкой. Во-первых, я хочу здесь, у меня тип cover, а по умолчанию cover background. И вот давайте посмотрим, как изменится обложка приложения от этого. Раскроем, закроем. По-моему, она уже поменялась. Вот она стала, а нет, не стала. Нужно будет перезапустить, но вот она станет вот такой же полупрозрачненькой. То есть не просто здесь текст будет отображаться, а вот еще на подложке такой, чтобы перезапустить. Да, ну давайте посмотрим, значит, что вот конкретно в этой обложке мы вывели. Мы здесь вывели лейбл, который нам рассказывает, какая же страница сейчас находится в загрузке, то есть на какую страницу мы попадем, когда приложение откроем. Ну, тут различные параметры для центрирования. Ну, и у нас вот cover action list, то есть список действий, которые мы с обложкой можем поделать. Ну, желательно там не более двух-трех каких-то действий указывать, чтобы обложку не перегружать. Ну, здесь, например, мы говорим, что вот мы хотим перейти на предыдущую страничку, загружаем соответствующую иконку, и вот там по сигналу onTriggered у нас вот выходит метод NavigateBack. NavigateBack — это метод не для страницы, его прописывали отдельно, чтобы переключить именно предыдущую веб-страничку. Ну, то же самое там cover action у нас onTriggered, все работало по переходу вперед, то есть на следующую страничку. Вот таким вот образом можно задавать действия. Помимо лейбла здесь можно указывать и картинки, здесь можно с какой-то там, ну, как я уже говорила, например, у нас есть заметки, свернули приложение, покажем, сколько заметок у нас сейчас хранится в этом приложении. В принципе, показать можно все, что угодно. Единственное пожелание — не перегружать обложку, это все-таки достаточно маленький экран, чтобы она была информативной и вот точно в цель. Ну, это уже зависит от UX. Так. Ну, вот, да, вот такая вот прозрачненькая была как раз на cover background. Так, давайте еще вопросы, если по обложке остались. Так, обложки задать нельзя, то есть она в зависимости, на самом деле, от... Она будет в зависимости от ориентации экрана скакать. Ну, на эмуляторе это проверить, к сожалению, не получится, потому что на эмуляторе вот там одно из ограничений, мы не переворачиваем экран. Да, вот как правильно откомментировали, это получить доступ к обложке с другой страницы приложения. Обложка задается на всю страницу, на все приложение, прошу прощения, она не управляется там из какой-то конкретной страницы. Обложкой можно управлять переходами страниц, например, но не наоборот. То есть, когда мы прописываем cover action, они относятся именно ко всему приложению. Так, текст лейбла, если с какой-то страницы, надо вставить текст лейбла на обложке. Это нужно прокинуть значение этого лейбла, и вот в документе, где у нас хранится сама обложка, это значение перенести. То есть там можно было с помощью alias, например. Как вообще получить доступ к обложке из любой части приложения? Да, доступ к обложке появляется, да, когда она сворачивается, и по всему приложению она применяется. Ну, давайте я последний пункт объясню про, ну, там уже более-менее такое развлекательное, ну, рекомендации по разработке, и потом вернуть к диалогам, потому что тоже достаточно важная концепция. По поводу рекомендаций. Есть общая рекомендация к разработке UI. Это, ну, достаточно интуитивно понятно. Это простая для понимания структура приложений, чтобы было ее удобно читать, чтобы отдельные страницы были все-таки в отдельных QML документах, чтобы это было удобнее. Основная информация в UI выделяется позицией, размерами элементов, цветом, ну, и цветом бэкграунда, например. UI отзывчивый, то есть чтобы пользователю было понятно и удобно с ним работать, приятно. Для различных экранов различные макеты желательно, и вот с помощью компонента тем, чтобы можно было этим управлять. Автоматическая навигация для компонентов ввода, чтобы было абсолютно понятно, что происходит и как все вводить. Ну, и для прокрутки всегда нужен индикатор. Вот это такая достаточно стрейт рекомендация. Плюс еще рекомендации есть отдельно для силики, для приложений с помощью Selfish Siliq. Значит, информативные, но не перегруженные обложки. И здесь вот есть несколько рекомендаций по тому, как и каким цветом что выделять, где какие отступы ставить, где какой размер. Ну, тоже такое пожелание там относительно вытягиваемых меню, потому что если будет пять и больше элементов, то вытягиваемый меню займет половину экрана и даже больше. И здесь лучше использовать какой-нибудь другой элемент, если действительно элементов выбора должно быть больше, чем четыре. Если меню недоступно, его индикатора нет. Нужно тоже это учитывать момент. Диалоги, поскольку они и так содержат верхнюю плашку, которая реагирует на Accept и Reject, не должны дублироваться кнопками соответствующими, потому что это уже избыточность. Значения свойств Placeholder, Text и Label должны быть определены. Это касается элементов ввода, то есть когда появляется подсказка у пользователя, что он должен вводить. И также управлять Enter key, если происходит ввод, чтобы пользователь там при определенных условиях можно было эту кнопку нажать. Здесь есть достаточно хорошая статья по ссылочке по тому, как надо и как не надо делать. Ну, здесь посмотрите тоже со скриншотчиками, все достаточно понятно. Это что касается рекомендаций, ну и там дополнительные ссылки, тоже еще из прошлой презентации добавили еще с силикой, тоже можно будет посмотреть. Пока, да, давайте можно писать вопросы, а я вернусь к диалогам. Здесь каким образом можно управлять значениями. То есть, во-первых, у меня здесь еще нет дополнительной информации, можно будет пробрасывать значения. Значит, каким образом мы взаимодействуем. Ну, например, по элементу управления button мы хотим вызвать диалог. Значит, мы определяем элемент сам диалога, вот он у нас, вызываем переменную var, вызываем его dialog, и в нее засовываем вот страничку. Плюс дополнительно мы, вот с методом push, мы можем передать какие-то параметры. Здесь, ну, то есть я вам закину примерчик, вот шаблончик работы с диалогом. То есть в вот этом документе мы прописали property своими ручками, которые называются у нас name. И этому property, ну, то есть это property мы хотим друг к другу привязать. Вот мы говорим, что вот то свойство, которое у нас есть в нашем диалоге header input, содержит, то есть мы, ну, мы передаем ему сейчас вот значение свойства header title. На данный момент, вот если мы посмотрим, оно у нас пустое, потому что само свойство не определено. Вот. Но если бы он у нас был, то когда бы мы открыли диалог, то у нашего свойства name уже содержалось бы значение, аналогично header title, то есть заголовку. Допустим, вот сейчас оно у нас пустое, но мы их уже связали, чтобы мы могли их пробрасывать между друг другом. Мы нажали, там вызвали вот, ну, похожий диалог, вот, который нам говорит, что введите имя. Вот, кстати, мы прописали вот это вот property string name, сами свойства, и вот при вводе мы этому свойству назначили значение, там, то, которое мы ввели. То есть здесь у нас это введенный текст из поля text field. Значит, свойство name у нас уже обладает значением. Из концепции вот этого приложения, из архитектуры, мы хотим вернуться обратно на нашу страничку и использовать значение этого свойства, переименовав нашу предыдущую страничку. Значит, мы здесь по кнопке setHeader, которая у нас означает, что мы асептим этот диалог, что мы согласились на это название, мы возвращаемся, и при возврате вот у нас такая, такой синтаксис, то есть диалог у нас по методу асептед, мы вызываем также метод connect, то есть по сигналу асептед мы вызываем connect, то есть пробрасываем сигнал. В этом сигнале мы засовываем функцию, которая назначает свойство header title, то свойство, которое мы принесли из диалога. Таким образом, вернувшись сюда, после диалога у нас вот в этом месте будет то введенное название диалога. Я надеюсь, понятно объяснила. Если что, примерчик я окинул, чтобы можно было посмотреть, как пробрасывать эти свойства, как они меняются в зависимости от различных значений, которые вы к ним примените, чтобы можно было с этим поиграться. Да, ура, мы уложились в два часа. Если есть еще вопросы, можно задать. Если вопросов нет, то спасибо большое за участие, так как мы обработаем видео, скорее всего, на выходных и к понедельнику, к следующему вебинару мы постараемся их сделать уже доступными для вас. Материалы пока можно взять, слайды и листики, используемые здесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok